Добрый вечер! Сегодня у Гомельским областным громадско-культурным центры пройшла традиционная Жневинская областная нарада педагогичных працевников у стану адукации. В нараде принял дел старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник. Об чем ишла размова, ведая Явген Пабалавец. Агуль на колька школьников в сравнении с минулым годом повеличился на полторы тысячи. С этой нагоды только у Гомеля открыто додатково 60 классов. Межтым в Беларуси протягивается оптимизация у стану системы адукации. Все лето по розных причинах в Украине закрыется 65 школ, у тем ліка у нашим регионе 7. Гэта потребование часу. Сегодня утрымливать у одной школе штат наставников ровны колькасті вушняв недазвольная роскоша. Задаши державы – забеспешить дятей якосным навучанням, а наставников – годной працы. Это естественный процесс, но мы всегда говорим и призываем региональной власти, сами понимаем, что интересы людей здесь должны быть прежде всего. То есть, если хотя бы есть хоть один элемент, за которым можно зацепиться, это касается содержания образования. Или все-таки, если вроде бы экономические показатели подходят, но категорически против педагогических коллективов родителей, мы не идем на такую оптимизацию. У вынку оптимизации у незадийничных будинках можно организовывать в творчості. Наприклад, швейную майстерню, як у Парасской середній школі Светлогорського района. Деці навучаються швейной працы, а у школы – додатковый заробок. Увагалі за першой паводзі 2016-го на пазбюджетные рахунки школ поступило більш за 68 мільярдів рублів. Так само у Гомельской області распрацовывацца довготерміновый программный документ «Сучасный наставник». У їм будуть визначены критерии і механізмы эффективного рашення задач адукації. Современная техніка, которая применяется сьогодні в образовательном процесі, должна быть в руках учителя инструментом і оказання помощи в полученні качественных знаний ученику. Это і интересные коммуникаціонные такие подходы к ученику для того, чтобы раскрыть його талант, інтелект і дать возможность получить качественные знания. Яшы одна задач – заховання життя і здоровья школьников. Сьогодніта гибель неповнолетніх від знішніх причин знижена на 38% у відносинних до минулого року. Наша задача – продовжити все усілях і свісти цю печальну статистику в ноль. В качестве следуючого шагу предлагаю создати модульні центри на базі одного-двух детських садів для малышей, на базі отдельних школ для школьників. Під час практичних занятків у таких центрах планується моделівать розні ситуації, такі як пожар, тонкі лёд на водоємах і пропонувать дітям у гульнявой формі правильні варіанты поводзінов. Планується, што у делу занятках разом з детьми будуть прымати батькі. Па выніках Жднівінської обласної нарады педагогічних працівніків у стану адукації, старшиня гомельського облого конкаму урушив узнагороды лепшим працівнікам галіны. Явгін Паблавец, Валерий Гапанькон, Телераду Кампанія Гомель. У Бранску під час 5-го Славянського економічного форуму підписано пагаднення об супрацівністі па між гомельським облого конкамам і у радам Бранській в області. Баки домовіліся об партнерстві у гандліво-экономічной, навуково-технічной, гуманітарной і культурной сферах. Свої підписи під документом поставили старшиня гомельського облого конкаму Владимир Дворнік і губернатор Бранській в області Александр Богомаз. Бранщина – традиційний і важний економічний партнер для нашого регіона. Толькі за пошнія паўгода узаємний товарооборот склаў 74,5 мільйонны доларів з США. Сувізі установлены так само в соціяльной і культурной сферах. Як адзначу, під час офіційних мероприємства у Бранську старшиня гомельського облого конкаму Владимир Дворнік пра ўсіх бачных выніках ёсць перспіктывы для далейшага развіцця супрацойніцтва. Напрыклад, ў такіх галінах як навука, сельская господарка і будавніцтва. У приватнаці старшиня Абл-Выконкама падкреслів цытата. Піракананы, што наше супрацойніцтва будзе і далейня ухільна развівацца ў інтарысах жіхароў Бранськай і гомельськай областей. У нас адна задача – зарабіць наше громадцтва квітнеючым, а будучыню счасливай. Юбілейну дату адзначалі ў гомельськім областным клинічным шпіталі інвалідаў Вялікай Айчынай Вайны. За 75 гадоў свайго існавання гэтай установа заслужила статус адной з лепшых на тэріторію Беларусі. На врачыстым мерапрыємстві ў шпіталі пабываў наш корэспандэнт Дзмітрай Котаў. Вітераны і ў дзельнікі Вялікай Айчынай Вайны, вязні фашыстскіх концлагерав, воўны і інтранаціоналісты. Гэта далёка неполны спіс ўсіх, хто калісті паправляў ў шпіталі свае здароўе. Історія гэтай установы бере свой адлік з 1941 гада, калі сюды приводзіли параніных байцов з фронту. З таго часу було шмат перабудов і реконструкцій. Зараз тут выкарастовуюцца сушасны методики диагностики, лячэння і реабілітація пацієнтав. Усё гэта зрабіла обласны шпіталь шмат профільной медыцинской установы, якая сёння па праву лічыцца адной з лепшых на територій Беларусі. Приабітаем ново оборудування, уззі аппаратны, эндоскопическое оборудування. Дзелаем такі достойные ремонты, каторые пазаляў пацієнтам приўжат лічыцца не тільки в Беларусі, но і за границей. Дарэші географія пацієнта ў замяжы достаткова широкая. Сюды не аднаразово праўжалі грамадзяні Расіі, Украіны, Казахстана, Польша, Італія, Кітая, Інды, Пакістана. Увогу лі за год тут праходзец ляшэння каля 12 тисяч чалавек. Зараз ў шпіталі налішвецца 10 адзяленьів. Адно з їх, сасудзістай хірургію піродынсультных станов, было адкрыта недавна. Яго з'явлення пасприяла таму, што ў першыню ў адной медыцинской установі стали оказывать адразу три вида допомоги – хірургія, терапія і реабілітація. Мы стали принимать паскорой помощў пацієнтів по экстрамі неврології уже 4 дня в неделю. То есть это всё говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся, і перспектива развития у нас довольна хорошая. Клопот об хорых людях, доброзышливості у односінах і високий професіоналізм медыцинских кадров давно стали візітной карткой шпіталю. На урошистым мероприємстві з нагоди 75-годзя керавництва в області і города выказывая падяку людзям, які кожны день дарують нам саме каштовне у житі здоров'я, демонструють клопот і доброзышливості у односінах до кожного хворога. Я не понаслышке знаю от простых людей, которым пришлось в своей жизни находиться в этом лечебному учрежденні, результаты, именно результаты реабілітація, особенно после інсультов. Хочу прежде всего от имени Гомельского городского исполнительного комитета і городского совета депутатов горячо-сердечно поздравить всіх работніков і ветеранов госпіталі Отечественній війны. Ну, що хочу пожелати, конечно, всім – это крепкого здоров'я, благополуччя, добра, успіху во всіх начинаннях. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадуя компанія «Гомель». У Гомельской області протягується доброчинная акція з бярым портфель першокласніку. Яна закликана допомагчі падрихтавацца до школы децім, які маюць у гэтым патрэбу. У Гомельскім лядовым палаце будучих першокласнікаў з надыходячым святам ведаў павіншаваў намеснік старшыні Гомельскага Абылвы Конкамаў Ладзімір Прывалаў. Йон падарыў портфелі з паўным набором школьных прылад 15 хлопчикам і дзяўчынкам. Сё ля Таяны стануць влучням і 36-й гімназіў. Знашлося ў Ранцах месца таксама для спартыўнага інвентару, падарашных сертифікатаў і билетаў на республяканскія спаборніцтвы. Гэтая падарункі будучым школьнікам падрихтавалі работнікі спартыўны галіны рэгіона. Эта мераприятие не единственное, но проходит действительно по всей області. Эта акція «Сабери портфель первокласніку». Она сегодня проходит в рамках тех задач и инициатив, которые поступили от главы государства. Все категории семей, многодетные, дети, которые воспитываются одним родителем, и те дети, которые испытывают сегодня недостаток, мы постарались их сегодня в первую очередь включить в эти списки и вот этот праздник сделать для них. Сёня ў Гомілі прайшоў першы фістываль «Аматраў пиццы». Рестаран «Худкага харчавання Пицбург» сабраў вілізарну колькаць тых, хто любіць мачна паецці. Пабывала на гастрономічным святі і наша здымачная брыгада. В последнее выходное лето Гомель наполнился неповторимыми ароматами базилика, моцареллы и свежей выпечки. На улице Кожара в сквере «Строители» развернулась настоящее гастрономическое изобилие – фестиваль любителей пиццы «Пицбургфест». Казалось, все гомельчане решили отведать итальянской пиццы, горячих гамбургеров, жареной картошки и свежей выпечки, приготовленных поварами и кондитерами нового ресторана «Пицбург». Заведение очень крутое. Мы заказали себе огромную маргариту, вкусные напитки, ждем. Я очень люблю бургеры, ради этого сюда пришел. И хотя официальное открытие заведения приурочили к проведению фестиваля, в тестовом режиме ресторан начал работать еще в начале августа. В нашем городе открывается не так много ресторанов, в первую очередь для посещения совместно с семьей и с детьми. Масштабность проекта – свидетельство того, что культура потребления горячего фастфуда в Беларуси выходит на новый уровень. Мировой опыт показывает, что достаточно все мировые сети пошли в спальные районы, потому что в спальных районах такой формат стал востребованным быть. Прежде всего мы собирались удивлять гомельчан качественным продуктом. Пицца в Питцбурге на любой вкус. И пекут ее в трех размерах. К приготовлению блюда приложили руку мастера кулинара, стажировавшиеся в Италии. Особенность нашей пиццы – это уникальная рецептура. Это именно рецептура фирменная, фирменное тесто и несколько позиций фирменных пицц именно по ингредиентам. Особое место в меню занимают гамбургеры. 17 видов популярных сэндвичей с говядиной, курицей и рыбой. Есть также салаты, закуски, гарниры. Для любителей сладкого – вкусные десерты. Для детей – фирменный набор с игрушкой. Ребенку нравится здесь обстановка. Весело, здорово. Очень понравилась пицца, очень вкусная, все очень здорово. Будем приходить. На этом празднике каждый получил свою порцию удовольствия. Организаторы уверены, что после такого кулинарного фестиваля любителей пиццы и гамбургеров в Гомеле станет еще больше. Ведь Питцбург притягивает своей особой атмосферой. Сюда стоит идти, чтобы приятно отдохнуть с семьей или друзьями. Наталья Волынец, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». А зараз еще одна добрая новина для гомельчан. В областном центре распачало працу самое буйное у городе – отделение «Альфа-банка». И оно открылось по адресе – проспект Ленина, 51. Тут можно здействовать электронные грошовые переводы, валютно-обменные операции, операции с пластиковыми картами, отримать кредит и оформить депозит. А еще же хоры и гости областного центра тут мают махчимость скористаться послугами круглосуточного банкомата и инфокиоска в специальной обсталеванной зоне 24 на 7. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Просторное комфортабельное помещение, приветливый внимательный персонал и широчайший спектр банковских услуг предлагает своим клиентам самое крупное в Гомеле отделение «Альфа-банка». Оно расположилось в одном из наиболее оживленных мест города, вблизи железнодорожного вокзала по адресу проспект Ленина, 51, чтобы быть еще ближе к своим клиентам. К слову, с каждым из них «Альфа-банк» осуществляет индивидуальную работу. На что может рассчитывать наш клиент? Первое – это скорость работы. Никаких недельных ожиданий. Все решается в доли секунды. Например, клиент может переводить деньги на другие счета, управлять кредитным портфелем, размещать депозиты по клику мышки. Второе – это передовые решения. «Альфа-банк» традиционно считается технологическим лидером в банковской сфере. Практически все новые услуги и сервисы мы предлагаем одни из самых первых. Например, мы пока единственной Белоруссии запустили полностью виртуальную кредитную карточку. Ей не только удобно, но и безопасно платить в интернете. Третье – это качество обслуживания. Мы заботимся о наших клиентах. Провели семинары по динаминации. Организовали модный фестиваль «Мода-фест». Предложили платить за мобильную связь бонусами за шопинг. Мы стараемся быть больше, чем банк. Электронные денежные переводы, валютно-обменные операции, операции с пластиковыми картами, получение кредита, оформление депозита. Гомельчане и гости города здесь могут воспользоваться широчайшим спектром различных банковских услуг, а также выгодных акций и спецпредложений. Наше предложение сегодня – это две кредитные карточки. Карточка олимпийская выпущена к Олимпийским играм. И она дает возможность владельцу пользоваться 20 дней деньгами банка абсолютно бесплатно. При этом ни за саму карточку, ни за обслуживание оплачивать не нужно. Также на базе карточки Visa со всеми преимуществами международной карты мы выпустили кредитную карточку NIDI. Это так называемая мгновенная кредитка. Клиент обращается в отделение банка и уже через два часа он может забрать кредитную карточку. Это лучший выход для тех, кому понадобились деньги срочно. В Альфа-банке постоянно работают над тем, чтобы сделать свои банковские продукты максимально полезными и привлекательными для клиентов. К примеру, сейчас им готовы предложить абсолютно новый проект – карта номер один. Это выгодная альтернатива зарплатной карты любого банка. Если вы совершаете по ней безналичные платежи за товары и услуги, то часть потраченной суммы возвращается вам в качестве бонуса. Выгодное предложение действует и для вкладчиков – депозит урожайной в белорусских рублях. Он является надежным гарантом защиты ваших сбережений, а при оформлении предусматривает для клиентов ценный подарок. Кроме того, сейчас Альфа-банк готов снизить финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются подготовкой детей к школе. Здесь запустили новую акцию «Дети в школы. Кредиты на каникулы». Она продлится до 30 сентября включительно. К примеру, если оформить кредит по этой выгодной акции в августе, платеж наступит только в октябре. Между тем, многие банковские операции в Альфа-банке можно совершать в режиме онлайн. К примеру, открыть овердрафт, оформить заявку на кредит, разместить денежные средства в депозит, провести валютно-обменные операции. Сейчас Альфа-банк запускает интернет-платформу для трансграничных переводов «Альфа-Мир». Это уникальный на банковском рынке СНГ сервис международных переводов по упрощенным реквизитам с моментальным зачислением средств. Остается напомнить, самое крупное в Гомеле отделение Альфа-банка расположилось по адресу проспект Ленина, 51. В будние дни оно работает с 9 до 19 часов, в субботу – с 10 до 16. Вероника Ворошилина, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэта, а так сама иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершенный у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённых выходных. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин